Привет! Меня зовут Ирина. Я мастер Мехенди и основатель онлайн школы Мехенди. В этом видео я расскажу тебе о том, какие необходимы материалы для того, чтобы замешать пасту для рисования. Но есть несколько нюансов. Я их расскажу перед тем, как мы приступим к материалу. Первое. Запомни, что нет одного единого рецепта хны. Рецепт меняется в зависимости от того, какие конкретно материалы исполнить мастер и конкретно от того, какой пастой мастер привык рисовать. Кто-то делает пожиже, кто-то делает погуще, кто-то делает ее более тянучей, кто-то использует один порошок хны, кто-то использует другой порошок хны. И это нормально. Замес это постоянные эксперименты. Я буду очень рада, если вы будете экспериментировать с замесом, а не искать постоянно какие-то хорошие рецепты. И главное, не расстраивайтесь, если он у вас не получается. Потому что, еще раз скажу, это эксперименты. Я экспериментирую до сих пор, несмотря на то, что рисую я уже 4 года. Второй нюанс. Очень важно найти хорошие качественные материалы. Хна бывает тоже разная. И это тоже нужно учитывать. Вы можете найти хороший качественный порошок за 400 рублей 100 грамм. Но есть еще порошки, которые продаются в всяких индийских лавочках, магазинах, в каких-то супермаркетах хна для волос. И есть люди, которые пытаются из этого что-то сделать. Но в начальном этапе я рекомендую все равно использовать хороший материал. Не экономьте на этом деньги. Почему? Потому что, когда вы рисуете, в первую очередь, вы должны получать удовольствие. Особенно, если вы начинающий мастер. Очень часто мне пишут о том, что у меня ничего не получается, паста рвется, паста постоянно мусорная, я ее и просеиваю, и процеживаю, ничего не получается. Она зернистая, цвет дает плохой. И это из того, что вы выбрали неправильные, некачественные материалы. Поэтому для того, чтобы не загубить свое желание на самом первом этапе, выбирайте хорошие материалы. Ну, о том, какие хорошие, какие нет, я расскажу уже более подробно, когда мы будем разбирать именно материалы. Итак, самый важный материал, это, конечно же, хна. Хна. Вот она. Продается она вот в таких пакетиках по 100 грамм. Она упакована очень плотно, и это тоже важный фактор, когда вы покупаете хну. Хна бывает разная. Она есть специально для тела, и есть специально для волос. Ни в коем случае не берите ту хну, где написано, что она подходит и для волос, и для тела, и для бровей. Скорее всего, это просто один раз перемолотые листья лавсони, для того, чтобы продать это все большой партией и все. То есть это просто маркетинг. Качественный материал продается отдельно. Лавсония – это куст. Верхние листочки используются для тела, нижние листочки используются для волос. Это разный порошок, это разного качества порошок. Те листочки, которые используют для тела, их несколько раз промалывают, несколько раз просеивают для того, чтобы получить своего рода муку, для того, чтобы была очень удобная консистенция именно для рисования, чтобы она не забивалась в конусе. Те листья, которые берутся для волос, их уже не так хорошо промалывают, не так хорошо просеивают, потому что волосы мы красим одной сплошной кисточкой, и нам не нужно, чтобы она где-то хорошо вытекала через узенькое отверстие. Поэтому это тоже важный момент. Многие мастера используют, многие начинашки используют хну для волос, и потом ругаются, почему она такая мусорная, почему она вечно застревает, она идет комками, там попадаются палочки. Это по этой причине происходит. То есть нужно выбирать качественно промолотый порошок. Вот. Цвету он бывает разный, он может быть более темный зеленый, более светлый зеленый. Это тоже зависит от сорта хны. Выращивают его в разных местах. Есть самая распространенная пакистанская, раджастанская, и в Раджастане еще есть такой сорт порошка, как саджат. У всех у них разные свойства. К какому-то порошку нужно добавлять больше воды, к какому-то нужно добавлять больше сахара. То есть они все разные. Об этом я говорила ранее, что каждый рецепт, он отличается в зависимости от того, какие конкретно материалы использует мастер. Итак, например, для раджастанских хны, которые я сейчас держу в руках, нужно чуть меньше сахара, потому что она сама по себе достаточно тюничая. Саджату, например, нужно чуть больше воды, потому что он много воды в себя впитывает. В пакистанских хна сильно отличается от них от всех, потому что она достаточно темная, и паста получается не зеленая, а темно-коричневая уже после настаивания. И ей нужно именно хорошее масло для того, чтобы она дала цвет. Да, она капризная. Почему не стоит брать дешевые марки хны, таких, например, как Неха или Галеча, продают их большими мешочками, зелененькими. Вы их можете встретить на каких-то сайтах типа eBay, AliExpress или у индийских продавцов, например, лавочках где-то на индийских ярмарках. Они как раз мусорные, то есть там достаточно много мусора. И в принципе, можно их просеять несколько раз, можно их процедить. И есть даже те мастера, я знаю их, кто рисует такой хной, но все равно качество рисунка от этого тоже зависит, и от этого зависит еще и цвет. Поэтому, если вы хотите заморачиваться, хотите, чтобы у вас было лучшее мехеди, яркое мехеди, красивые, красивые тонкие линии, и вы не переживали по поводу пасты, и не тратили время на то, чтобы ее просеять, процедить, то выбирайте хороший, качественный порошок. Хороший порошок, именно для рисования, стоит в пределах 400-500 рублей 100 грамм. Это нормальная цена. В зависимости от марки, производителя, от продавца. Внизу под этим видео мы оставили ссылочку на наших партнеров, у которых вы можете заказать хорошие, качественные материалы для рисования мехеди, в том числе и хорошую хну, и пакистанскую, и Раджастан, и Саджа. А для наших учеников есть специальные промокоды, для того, чтобы получить скидку на эти материалы. Как получить эти промокоды, вы узнаете, купив любой наш курс. Как хранить порошковую хна? Конечно, хранить ее нужно в темном, сухом, прохладном месте. Она теряет свои свойства, если попадает на солнце, попадает во влажную среду, и нужно за этим тоже следить. Большинство упаковок плотно запечатаны. Здесь есть специальный замок, который можно закрыть. Но когда этого замочка нет, вы можете достаточно плотно закрутить этот мешочек, задавить его прищепкой и положить в темное, сухое место. Можно даже в холодильник положить в плотно закрытую коробочку. Некоторые, я знаю, пересыпают банку и плотно закручивают эту банку и хранят это все либо в шкафу в темном уголке, либо в холодильнике. Но в холодильнике иногда бывает сырость, поэтому лучше в шкафу. Надеюсь, я ответила на все самые важные вопросы, которые касаются порошка хны. Если они остались, пишите в комментарии под этим видео, я отвечу. Второй самый важный ингредиент – это жидкость. Жидкость тоже может быть разная. Все мастера используют разную, в зависимости от того, какие эксперименты удались у них. Это может быть просто вода. Это, кстати, самый безопасный вариант. Это может быть лимонный сок. Это может быть чефир. Это может быть кофе. Или это смесь чая-кофе с соком лимона или лайма с добавлением гвоздики. Это может быть гвоздичный отвар. С этим тоже нужно экспериментировать. Действительно, разные жидкости помогают выявить более яркий цвет хны. Например, одна наша ученица сделала эксперимент на гвоздичном отваре. И цвет получился намного ярче, чем у других замесов именно из-за гвоздики. Я знаю, что есть еще мастера, которые делают такие отвары заранее. Они их процеживают, заваривают, процеживают, разливают по кубикам и в морозилку. И когда им нужно делать замес, они заранее достают эти кубики, размораживают их и используют уже в замесе. Каждый вид жидкости всегда добавляем по чуть-чуть. Это необходимо для того, чтобы добиться нужной консистенции и не переборщить с ней, чтобы не получить очень жидкую консистенцию. Об этом мы с вами будем уже говорить в следующих видео о том, как мешать пасту и какой она должна быть консистентной. Следующий компонент, который нам необходим, это сладости. Сладости любят все, они тоже могут быть разные, в том числе и в замесе. Можно добавлять сахар, фруктозу, мед. Сахара тоже могут быть разные, это может быть и тростниковый, некоторые добавляют даже сахарный порошок, сахарная пудра. И тоже добиваются разных консистенций в зависимости от того, что они добавляют. По моему опыту, например, фруктозу нужно добавлять чуть-чуть меньше. Зачем вообще нужно добавлять сладости? Во-первых, для того, чтобы у вас хна была тянучая, то есть она как тянучка такая тянулась. И это очень удобно при рисовании, потому что вы можете рисовать воздушные линии, чтобы они были ровные, тонкие. И это очень упрощает работу. Во-вторых, для того, чтобы паста не трескалась. Когда мы наносим рисунок, паста начинает трескаться при высыхании. И это не совсем хорошо, потому что когда она трескается, она перестает давать цвет, и она отваливается. Но если она вместе с сахаром замешана, то она, если она замешана правильно вместе с сахаром, при нужной консистенции, она не будет трескаться. И даже если мы будем сжимать руки, как-то двигаться, она будет держаться, не будет растекаться, не будет как-то деформироваться. Это очень удобно. И сахар помогает больше давать цвета. То есть за счет вот этой консистенции, что она вроде бы высохла, вроде бы не высохла, но при этом она не деформируется, цвет намного ярче. Из-за того, что мы держим пасту долго. То есть сахар помогает нам долго держать пасту, благодаря этому цвет появляется ярче. Вот такая, блин, цепочка. Да, я знаю. Дальше. Когда мы добавили сладости, когда мы добавили жидкости, нам нужен очень важный компонент. Что же будет давать у нас цвет? Что же помогает лосонии проявлять свой цвет у нас на коже? Эфирные масла. Не буду вдаваться в химию. Вы можете это прочитать, загуглить, найти какие-то книги зарубежных мастеров, которые об этом пишут. Есть исследования. Кстати, у нас в школе, в библиотеке они есть переведенные. Очень большая книжка об эфирных маслах. Скажу только кратко. В эфирных маслах есть терпены, которые помогают высвобождать красящий пигмент листьев лапсонии, которые как раз помогают добиться яркого коричневого цвета или черного на ладошках и продержать его как можно дольше. Какие эфирные масла используют чаще всего? У нас в России это чайное дерево, кайепут и лаванда. Можно добавлять какие-то для аромата масла, что-то типа апельсинки, гвоздики или лимона, цитрусовые. За рубежом, я знаю, используют очень часто эвкалипт, но у нас есть такое мнение, что он дает не совсем хорошую реакцию, аллергию. В общем, с этим тоже нужно экспериментировать. Самое большое количество терпенов находится в чайном дереве. И лично я люблю использовать чайное дерево или кайепут, но в последнее время я делаю смесь. Это чайное дерево и лаванда. То есть с этим тоже можно экспериментировать. Вы можете добавлять как одно масло, так два масла, так и три масла. Главное знать четкую пропорцию. Где их взять? Если жидкость и сахара мы можем найти в первом ближайшем магазине, то эфирные масла не нужно брать в первом ближайшей аптеке. Почему? Потому что там чаще всего они разбавлены. И когда мы делаем замес, вроде бы все добавили, вроде бы все правильно настояли, но цвет не проявился. Почему? Потому что фиговое эфирное масло. Их нужно поискать, их нужно найти, их можно заказать в интернете или можно заказать также у мастеров Мхенди или у наших партнеров по ссылочке в комментариях. Очень важно знать то, что когда вы ищете эфирное масло, оно не должно быть супер дорогим. Есть одна фирма такая в России, супер дорогие масла, но они действительно хорошие. И не должно быть супер дешевым. Не буду говорить цены, потому что в зависимости от каждого масла, там лаванды, это кайпута и чайное дерево, цена у них разная. Баночка обязательно должна быть темная и стеклянная. Если увидеть, что она светлая, то не берите. Это неправильное хранение. Масла тоже должны храниться в темном, сухом, прохладном месте. И обязательно стекло должно быть темным. Самое безопасное эфирное масло это лаванда. Я говорила о том, что с замесами можно экспериментировать. И есть реакции на какие-то эфирные масла. Есть даже очень-очень редкая реакция на саму хну. Вообще хна является гипоаллергенной. Самый безопасный замес делается на воде и на лаванде. Можно использовать чайное дерево. Чайное дерево тоже считается безопасным. Но ни в коем случае не другие масла. Ни каепут, ни эвкалипт, ни какие-то цитрусовые. Потому что цитрусы являются раздражителями. То есть с этим тоже нужно быть аккуратным. Нужно быть осведомленным в том, какая реакция может быть от любого эфирного масла. И очень хорошо, когда вы делаете сами пасту. Потому что вы знаете состав. Если вы используете готовую пасту, то не факт, что не будет реакции у человека. Реакция бывает очень часто и накопительная. Поэтому я всем рекомендую делать замес. Ну а как мы будем его делать, вы узнаете в следующих видео. На этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И жду на курсах. Пока.